Мы, родители, хотим для своих детей самого лучшего. Поэтому переворачиваем горы информации, чтобы это лучше отыскать. Часто наши представления о лучшем разбиваются о реальность и приходится выбирать меньшее из зол. Например, если в вашей семье есть дошкольники, вы наверняка уже задавались вопросом, в какую школу пойдет ребенок. Возможно, искали отзывы об учителях или даже сравнивали школьные программы. Потому что все дети в 7 лет идут в школу, и родители к этому возрасту, а лучше заранее, годам к 5, должны выбрать в какую. При этом многие семьи недовольны школьной системой, но каждое 1 сентября родители исправно покупают дежурные гладиолусы, вручают ребенку портфель и отправляют учиться. Почему? Не знают, что можно иначе. Стоп, давайте разберемся. На самом деле родители вправе выбирать форму обучения для ребенка. По закону об образовании таких форм 5. И регулярное посещение школы – лишь один из вариантов. Некоторые родители знают, что у них есть выбор, но не пользуются такой возможностью. Почему? Страшно. Нас убеждают, что только школа дает ребенку знания, только в школе ребенок учится общаться со сверстниками, только в школьных рамках ребенок подготовится к трудностям будущей, реальной жизни и сможет в нее вписаться. Семейное же образование обросло мифами. При его упоминании мерещится дикий, несоциализированный ребенок, который худо-бедно научился считать, читать и писать, но страшится окружающих, не имеет друзей, обречен не познать первой любви и вообще сидит в заперти и держится за юбку матери вплоть до совершеннолетия. А аргументы и статистика в пользу свободного обучения игнорируются. Выбирать иной путь, когда нет поддержки окружения, очень сложно. Еще хуже, когда добавляется сопротивление, особенно со стороны близких. В этот момент важно почувствовать, что ты не один и что идешь верной дорогой. Мы много работали, чтобы сделать информацию обо всех способах получения образования доступной и открытой. Систематизировали разрозненные крупицы, разбросанные по онлайн и оффлайн просторам земного шара, и объединили их в одно информационное поле, чтобы каждый родитель мог сравнить разные подходы и сделать собственный, осознанный выбор. Это может быть государственная общеобразовательная школа, традиционная частная школа, альтернативная школа или семейное обучение. Закон разрешает ребенку учиться любым удобным способом. В школе, дома, с учителями, родителями самостоятельно выбор есть всегда. Об этом наш проект «Семейное образование» – первый журнал о нешкольном образовании в России. Мы хотим показать активным родителям все возможные варианты обучения. Содержание журнала – это опыт семей, правовая база, теоретические основы, практические приемы, экспертные мнения, идеи и вдохновения для родителей. Контент пишут люди с практическим опытом альтернативного обучения. И это не просто опытные родители. Над семейным образованием работают авторы, фотографы, дизайнеры, редакторы, педагоги, психологи, поэтому журнал получился качественным как по форме, так и по содержанию. Мы уже написали, проиллюстрировали, сверстали первый номер журнала и начали подготовку второго. Дело за малым. Осталось отправить номер в типографию, а печать стоит денег. Станьте соавтором проекта. Как? Очень просто. Оплатите экземпляр журнала заранее, и вы не только получите 68 страниц полезной информации, но и поможете другим родителям стать увереннее в праве на собственный выбор и в собственных силах этот выбор осуществить. Участие в проекте – это реальная возможность помочь и своей семье, и другим семьям. Каждый финансовый голос важен для успеха общего дела. Вместе мы – сила. Мы подготовили много интересных и полезных акций. Выбирайте любую. Поддержите проект. Сделаем это вместе. Сделаем это вместе.